Продолжение следует... Прямо вот в этом моменте, в этом моменте я наверно вставлю, как поставить локализацию. Прием-прием. И тут на видос врывается монтажник Влад. Ссылка на Cinder's получается на Nexus. Вот здесь мы можем найти русский язык Translation. Нажимаем сюда раскрыть. Вот видим Russian. Ну в принципе можем двигать вот так. У нас перейдет на страницу, где лежит получается сама локализация. Здесь мы можем ее найти и в файлах загрузить. Manual Download. Здесь сайт говорит то, что нужно, чтобы Cinder's был. Нажимаем Download, она скачивается. Вот здесь выбираем либо медленную, либо быструю. Я уже скачал, она у меня лежит вот тут. Здесь снова магия монтажа. Вот лежит она у меня вот здесь. Ru. Это получается сам мод. Это модель для мода, это русская локализация. Вот так она находится, располагается. Ну и в принципе достаточно нам будет сделать что? Вот Cinder's вот так будет в архиве у вас. Разархивируйте в любое место на рабочий стол. Вот это у вас получается папка с игрой. То есть получается Dark Souls 3 Game Cinder's. Вот Dark Souls 3. Можно в принципе даже в принципе Other Games посмотреть, сколько это все весит. Весит порядочно. 31 гигабуд. Заходим сюда, потом заходим в Game и заходим в папку Cinder's. И в принципе вообще вы можете в корневой папке быть. Берете, просто вот так заходите. Русский локализатор. Копировать. Вставить. Заменить. Ну у меня уже все есть. Все, русский язык будет у вас. Сейчас мы пройдем в игру и все это проверим. Вы меня уж извините, как говорится, что одним дублем не стал делать. Но тем не менее, выбрал класс призывателя. И теперь мы можем зайти в мантия астролога. Что на русском языке? Это точно новый предмет. И вот такая штука. Тоже все на русском языке. Восхитительно. По-моему, да. Здесь у нас какие-то новые расходники, которые все на русском языке. Ну и предлагаю теперь возвращаться, не возвращаться, а приступать к игровому процессу. Да, я наверное вставил. Надеюсь, монтажник не забыл. Назвем себя как? Я играть в принципе не планирую. В плане того, что мы посмотрим, как вообще все это работает. Кстати, язык не меняется в меню игры. Давайте называем себя 5, 6, 7. Как мой пароль в некоторых вещах. Надеюсь, вы это не запомните. И классов у нас здесь просто миллиард. Я за кадром поглядел, мне очень понравился разбойник. Бандит. Ну почему бандит в сете Фарама? Ну Фарам это же мощь, это же сила, уверенность. Фарамские рыцари защищали Дранклик. Не уверен, но тем не менее. Вот такое количество классов здесь есть. Вот этот мне понравился, потому что у него какая-то броня, я такой не видел. Ну и выглядит он... Вид имеет, как говорится. Давайте, наверное, за него глянем. Плюс у нас будет описание, возможно. Возможность посмотреть описание. Это Фарбалист. У него, кстати, пуха из Dark Souls 2. Еще у него, по-моему, бросок говна есть. Ну, заглядание. Слушайте, может за шута выглядит как... А че он ловкость? Он неловкий, нифига. Может действительно просто вот исследователь, но с кнутом невозможно. Нет, давайте шутом попробуем. Все-таки я решил. Поехали. Дары у нас, ё-моё. Разбитая табличка. Жестокий режим. Оу май. Список дополнительных опций. Удрученного рыцаря. Удрученного, понятное дело. Красная вода. Мама родная. Разблокирует костер. Че это такое? Пикер кедра. Это уникальные кастры, да, здесь варпыши есть. Я недавно проходил. Почему не хочу проходить? Почему не хочу проходить полностью? Потому что мы не так давно Синдерс проходили. Как бы на русском языке теперь каждый желающий может это сделать. Синдерс чуть ли не каждый месяц, по-моему, обновляется. И, как заметил Гаватори, возможно, рано или поздно, как это, русский язык не будет работать для вновь выходящих штук. Так, что это такое? Какая-то табличка я взял. Мне почему-то её не дают надеть. Так, яркое шатовское одеяние, забавная вещь для примерки. Не просто завсегдатая ярмарок, у многих из них есть и другая тайная жизнь, которую они тщательно скрывают. Поглощение души увеличивает. Во втором Дарк Солсе данный сет защищал от ударов со спины. Удачливый ключ. Это тоже из ДС-2. На самом деле является ключом некогда. Человек скованный, понимая, что он никогда не сможет удержаться от соблазнов к плоти, связал себя навечно с цепями. С тех пор он ждал, когда кто-то найдёт этот ключ и пронзит его в скважину. Мать моя, как это сексуально звучит. Простите меня, мне мои плохие мысли, но я думаю, все мы понимаем. Так, ну давайте немножко попробуем. Извержение фу... Я, кстати, пошутил то, что это какашка. Я ртом фекалии кидаю. Блин. Никому не пожелаю такого. Ну ладно. Сказано, сделано. Господи, почему так громко? Так. Заклинание, снаряжение, навести порядок. Ладно, хорошо, разберёмся. Поехали немножко побегаем. Поглядим, насколько это невозможно проходить. Я сразу надел ковенант чемпионов, потому что считаю себя не иначе, как чемпионом. Старт переделали. Сразу звук, звук опасности. Но я, я в детстве в школу опасности ходил, поэтому у нас должно быть преимущество, определённо. У него какая-то фигня со спины. Это, кстати, бан ему за это, потому что он не должен был попадать, но он попал. Бэкстабы на него не должны работать. На самом деле он не должен был попасть. Слушайте, честно, ощущение такое, как будто мы в ММО игре, и урон проходит после попадания. Хорошее начало, не правда ли? Персонаж, такое ощущение, имеет космический перевес. Да нет, но перекатывался, как какашка. Ладно, сейчас разберёмся. Я у собака. Я пришёл тебя победить. Давай раз на раз я сюда зайду, тебе. В твою обитель. Просто буду крутиться. Не помогло, блин. Это опасный воин, умеет драться. Какой-то ауеннин невероятный. Блин, он сейчас ваншотнит меня. Я, кстати, ну это, походу, храмовник. Ассет храмовника. Ломаем ему щит. Не ломается, мощный скелет. Дружище, давай что-то делай. Я говной буду кидаться. Я уверен, ты не любишь, когда кидаются говной. О, я поймал. Слушайте, да я его говном закидаю. Хы, ультимативное заклинание. Хорошо, что я нашёл него. Это, это лучшая игра. Благодарю автора мода за такой великолепный подгон в начале игры. Кидаться говном изо рта. Всё как мы любим. Так, что я за это получаю мрачный рыцарь. Я сразу, полагаю, могу его призывать. Так что, запятовода здесь врядь каев. Ну и мы немножко возожглись. Взожглись. Не знаю, как правильно это произносить. Тем не менее. Мне же ещё какую-то штуку усложняющую дали, которую нельзя обратить. Блин, я сейчас в Dark Souls захочу играть. У меня просто на примете другой мод совершенно. Ну и плюс я ещё секира тоже с модом хочу пройти. Получится или нет, это уже совершенно другая история. Слушайте, урон у него смешной какой-то. Не знаю, я бы сказал, что обучение немножко... Не сказать, что прям топ. Раньше как-то понятнее было, извините меня. Ну, мимика вначале это кощунство, так что... Хорошо, что это не мимик. Да, и выходит... Выходит, любой персонаж может быть призывателем. Это интересно. Потому что перчатку дали, полагаю, которая призывание производит. Возможно, нет. Подождите, я реально могу? Вот это ртефлянт, в котором рассказывается о прошлом наследнике огня и его падении. Прочитайте, чтобы оживить мрачного рыцаря. Ну, давай попробуем. Еще не был убит в этом путешествии. Возможно, мне нужно посидеть у костра, либо еще какое-то условие не соблюдено. А что, что до ладошка делает? Кулак, крабящий. В правой руке. Позволяет фланг. А, ну это типа кинжала, нет. Видимо, это просто так. Либо, видимо, я просто все не знаю. Хочу кое-что проверить. Пойду посижу у костра. И попробую призвать потом полого сутулого рыцаря. Мрачного пожилого сутулого рыцаря. Если быть точным. Ох, уже эти модификации. Когда-нибудь они сведут меня с ума. А, надеюсь, не сегодня. Ну-ка. Возможно, в храме огня нам кто-то сможет помочь. С призывом существ. Может и больше расходников у меня нет. Шо, в общем-то, странно. Пойдемте к гундире посмотрим. Я уже, честно скажу, боюсь его изучать пытаться. Ибо он явно даст мне по щам. Так, ну тут костер переделали. В принципе, ничего такого сугубо супернового нет. С двух ударов отъезжают рядовые хороняки. Главное, чтобы где-нибудь кто-нибудь суперстрашный не стоял. Я буду говной кидаться. Ну, такое себе надо. Прорваться сквозь его оборону. Делать один мощный выпад. У тебя тоже, что ли? Я думал, он, кстати, этим бьет. Чем-то бьет, а он не бил. В смысле, стреляет. Я фигню несу, простите меня. А шо такое, дружище? Не, говнометатель, мне кажется, победит эту игру. Прямо вообще без шансов для противников. Пацаны, чё, забыли? Комбинация. Комбинация, кстати. Второй удар мне вообще не нравится у этого меча. Хотя, если без комбинации, он очень много урона наносит. Причем, на удивление. Еще, возможно, сейчас я бил противников, и звук крита был. То есть, неужели у этого меча есть криты? От удачи зависящие. Звучит как нечто незаконное. Так, этот повержен. Либо я как-то в критикал штуки попал. Чё, бундира не будет? Да ладно. Опа, ты кто такой? Ого. Раньше они в храме огня были. Это вот мастер-питовод. Симпотная. О, пусть, да. Подозвать местного компаньона 50 кусков стоит. Ладно. Ну, вот это призвание. Прикольно. Иконки вроде бы добавили. Раньше такого я не припоминаю. Этот чем занимается? Алхимик. Этот у нас крафтер местный. Здесь можно за, по-моему, бабосы покупать любые скины. Что, в общем-то, тоже офигенно. Всякие эликсиры, которые увеличивают. Оу. Блин. А я тебе хочу глянуть, как это будет выглядеть. Масла. Можно маслами. Блин, да неплохая кастомизация персонажа. Поговорить. Поговорить. Даже разговаривает. Но из-за того, что у меня русская локализация, все это лишено смысла. Ух, какой я сексапильный стал. Мама родная. Надо глаза было успеть закрыть. Но не успели. Тут Карла. А это... Здесь можно проклятье. Раньше проклятьями занимался просто стол, по-моему. Здесь у нас поединки всякие. Ладно, я пока не готов. Вроде как здесь онлайн какой-то есть. Ой. Видимо, я совершил ошибку. Больше урона за убийство это. Я понял, это, короче, челленджи местные. Офигеть, сколько всего добавили. Блин, ну автор пипец заморочился. И вот призыватель, да? Нет, это просто волшебник. Шо творится в этом моде? Плюс факел. Факел это, конечно, что-что-что? Это хороняка, на котором дамаг тестит, да? Вот это забавно, кстати. Круто. Скелет, как говорится, которого ты создал сам. Я еще не зажигал этот костер, но автоматом у него появился. Хорошо. Интересно, можно выключить эти вот искры? Нет, жаль. Но, полагаю, я другие могу выключать, включать. Так, это добрые или недобрые? Это не очень-то добрые. Братишка, ты видел мой урон? Я к говном буду бросаться, дружище. Чё, понимаешь, шансов у тебя немного. Как говорил месье Жоберт, ты в говне. Пока он в шоке от того, что его закидали говном, я просто подамажу. Братан, ну ты же оплеван будем. Знаешь, как потом это тяжело отмывать. Ну, это вроде бы тоже классика. Хах, классик. Кольцо, ой, как полезно. В начале игры такую штуку давать. Жирный, жирный подгон со стороны разработчика. Автора этого мода. Ну-ну-ну, ребят, ну шо вы такие злые? Где же нормы вашего приличия? Он выжил еще как-то. Каким-то просто невообразимым образом. Способом остался в живых. Здесь пока что тоже ничего нового не наблюдается. Блин. Вплоть до того, что Синдерс надо каждые полгода смотреть. Ну, это где же столько терпения набросешься? Если он почти каждый раз что-то новое показывает. Здесь вот тоже, господин, мне кажется, я его успею скинуть. Да. Он, кстати, меня пынуть еще успел. Так, ребята, я нечаянно. Причем кто-то очень эффективно с анлочица. Кто-то вообще не с анлочица. Странно. Аст вообще не с анлочица, что странно. Его что не пробило? Ой, хорошо. Прошу прощения. Я думаю, просто замажем. Надо срочно... Ой, дядя, дубля какой пес. Со спины, как Криса. Тупо крыса, нападающая со спины. За это будешь говном оплеван. Расскажи потом друзьям, что с тобой сделали. Пусть им будет стыдно за тебя. Тут тоже немножко ништяков приятных, полезных. Блин, сколько противников добавили. Пожалуй, я бы даже отметил, что их очень много. Можно несколько самоцветов поставить. Не самое лучшее место. Самоцветы из старого Дарк Соуса. На секундочку. Тут у нас пожилая собака. Насколько мне известно. Они обе скинулись? Не повезло, не повезло. Главное выбрать длинный меч. Если аз у нас был в начале этой локации, куда же? Кто же на его месте сейчас законно будет стоять? Прикольно то, что самое начало с босса такого, мини-босса, начинаются. Необычно. Но пух я бы хотел по мобильнее. Этот меч, конечно, мощный. Уверенный вполне себе. Но маловато дамага. Причем мало того, что маловато дамага, он еще довольно долго двигается. Ну муксет у него медленный. Хотя, наверное, вернее было бы сказать не муксет, а просто банальная скорость анимации. Да. Очень сильно обосрался я с расстоянием до цели. Но не беда, как говорится. Придется ее затратить самоцветы. В противном случае, мне кажется, ничего хорошего у нас не выйдет. Опа, брат. Ну ты знаешь, какой у меня с тобой разговор будет. Че насчет говна, братишка? Опа, он говноустойчивый. Кто же знал-то? Ясно, ясно. Блин. Но я не мог предположить, что автор красавый поставит говноупорных противников. Буду знать, буду знать. А старались неплохо. И получалось тоже неплохо. Сейчас пробежим, поглядим, что у нас в левой части храма огня. Что у нас в самом храме огня. И куда можно вообще-то попернуться. Главное, чтобы их слишком много за раз не набегало. А то будет немножко грустно. Ну что, что вы сразу запалили меня? Блин, я всю контору согрел. Тупо всех, кого мог. Ну давай по одному пес. Как-нибудь скорость каста увеличить. И этим заклинанием можно было бы заплевывать. Мне кажется, уникальный голос и всякий. Типа реально очень сильный, спел. Я все равно много в намеса пойду. Вы можете подумать, что нет, но на самом деле там. Я души первым делом заберу. Или давайте сюда первым делом заглянем. Ну, кто у нас тут? А никого знаете ли вы? Кого-то вижу. Вот тут снова говно-рыцарь. И он меня запалил. Ты смотри, какая псина. Братан, есть одна тема. Что бы вы понимали, я хотел профессионально и тактикульно увернуться, но немножко не рассчитал. Немножко не рассчитал. Ну, теперь нас уже ничто не останавливает от того, чтобы просто пройти прямо в храм огня. Души потеряны. Место справа мы знаем, что там. Место слева тоже знаем. Теперь осталось наведаться в сам храм огня. Ну, хотя, блин, для изменений. Спустя сколько, может, полгода? Неплохо, неплохо. Храм огня, с вашего позволения, я исследовать не буду. Оставим это для тех, кто хочет это сам делать. Я вроде русскую озвучку ставил. Но что-то явно пошло не так. Так, телепортироваться мы можем. Либо на стену лотрика. Необычно, кстати. Да, здесь что-то нужно придумывать с прокачкой, потому что вот таким дефолтным персонажем, мне кажется, будет сложно. Вот это новое кольцо, у него тоже есть описание. Офигенно, офигенно. Долгие загрузки, офигенно? Нет, не офигенно. Но с Dark Souls M3, по-моему, что игра на HDD стоит, что на SSD. Загрузки все равно, в любом случае, незаконно долгие. Так, ну и что у нас тут интересного есть? Тут несколько сотовых псин. Я уверен, что где-нибудь еще сбоку припрятан бобик. А, мы вообще с самой дальней части начинаем. Забавно. Так, ну я вроде переборал его. Оказался немножко более прытким мужчиной. Разве была атака с разбега на правый триггер? По-моему, такого не было. Но это очень приятно. Это немножко оказываливает игру, это сильно оказываливает игру. Но тем не менее. Как в Lord of the Fallen, короче. О, пожилые ребята. Так, ну и что тут поменяли у нас? Невидимые стены, я так рад, что вы тут ездите. Опа, дружище. Я говном туда заплевал бы, но не сегодня. Ладно, изменения есть. В принципе, дальше не уже смысла. Главное, мы теперь знаем, как ставить локализацию, что она вообще есть. Огромнейшая благодарность тому, кто это сделал. Ну и в целом, буду рад почитать ваши комментарии. И всем всего хорошего, счастья, здоровья. Чтобы все у всех всегда было хорошо. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.